Анатолий Тимофеевич Фоменко 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 Вопрос 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 многие старинные детства редактировались. В них вносились скалиновские литературы, которые в одном из случаях искусственно отодвигали среднеуполгу детства в глубокое прошлое, то есть поменяли историю. Новая фонология сделала следующую важную штуку. Были проанализированы методы логирования, используемые историческими и археологами, метод по обшивающейся больших райков для родных методов, географологический метод и грузии. Выяснилось, что применительно к событиям одной-двух тысячелетней давности они допускают большие ошибки, сравнимые с сложностями декоративных образцов, то есть весьма неточними. Поэтому данные, но конкретно, в фонологии Антонии Тимофеевича и Асловской Тимофеевича были созданы, проверены и применены новые математические, географические, статистические и астрономические методы, додировки событий и письменной истории. Таких названных методов 7. Метод проблений максимума, метод постпознавания и датирования географических прониклей, метод обнаружения хантомных генетических дубликаторов, метод принцип малых искажений, принцип забухания частот, метод упорядочивания и датирования текстов в облаке. Принцип дубильного вещества и метод оборужения дубликатов, метод анкет-кодов, метод правильного афрологического упорядочения и датировок древних географических карт, метод формальной дешевровки, переборок всех вариантов, а затем датировки, ставим децидиаку. Продолженному, что предложено Маромову о вложении древних сады, явно и предостаточном. Многие сады под истинно древними в истории необходимо сберечь сознание больше, чем, а именно, примерно 300 лет, тысяча лет и даже 1800 лет. Эти три основные изгибы и их координации были обнаружены путем применения новых методов для исследования к Скальковскому учебнику истории и вращенному фундаменту современной исторической картинки. Оказалось, что принятый сегодня традиционный учебник получился как результат по работе хромового в 16-17 веков склеить четырех дубликатов в одной и той же коробке хромов, охватывающейся бытия от примерно 10 века до 17 века. Причем эти четыре дубликата сдвинуты относительно друг друга примерно на 300-1800 годов. Возвращая обнаружение в дубликателем ее начальное детство, мы расскажем, что письменная история укорачивается и практически все известные сегодня письменные документы рассказывают о событиях лишь начиная примерно с 10 века. Ранее 50-го века наступает зона молчания трудных. Этот главный результат глобальной аналогической карты допускает незамисленную проверку, поскольку основан написанных выше в форматных методах. Затем мы предложили гипотетическую реконструкцию правильной древней истории, основанной на одночаслемой нами короткой хромовом. Мы, конечно, не настаиваем на этом поступке. Эти результаты изложены в немецких наших книгах. Все они представлены также в открытом доступе на нашем официальном сайте «Новая фонология» в интернете. Можно прямо сейчас войти на сайт с помощью своего клиента. Возникшим научным направлением называется «Новая фонология фонерка-настовского». В нем активно участвует Татьяна Николаевна Фонерка, сау-корбенских книг о фонологии. На сайте также представлены наши ответы на открытку. Есть раздел «Дискуссии», есть раздел «Форумы», где участвует множество как сторонников, так и критиков, противников. Сау-корбенских книг о фонологии. В Ярославле в 2019 году открылся большой музей «Новая фонология», усадь, особняк, князей Курасины, на центральной наберите Верболга, внутри Аматова, в Секунай. Очень значительно популярны. В музее, в частности, полные представленные и расчисленные материалы, отмечающие, как в ученом русском языке, Николай Александрович Павловский. Спасибо за внимание.